Несколько формул, которые мы успели в прошлый раз выписать. Значит, мы работаем с линейной системой. AT, XT, U, AT, U, AT, S, AT. Мы зафиксировали начальную позицию системы, обозначив ее X0 с ноликом наверху. Это фиксированная точка ВРМ. Аналогично, в конечное время X1 фиксирована. Самый момент времени у нас тоже фиксирован. Естественно, задача у нас в том, чтобы из одной точки перевести систему в другую. И у нас есть некоторый функционал на управление. Функционал мы просто пытаемся минимизировать норму управления в L2. У нас интеграл от 0 до 1, от нормы VT в квадрате до VT. Это все под корешком квадратным. Устремляем к инфимуму. Здесь под интегралом имеется в виду обычная норма ВРМ и в Клидово. То есть мы хотим перейти от одной точки к другой, потратив как можно меньше энергии. Чтобы начать эту задачу исследовать, мы выписали формулу Каши. X от T, это фундаментальная матрица. X от T1. X от T1, T0, X0. плюс интеграл от T0 до T1, 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 T0, DT, O, T0, DT, O, T0. Здесь все от T0, DT. Дальше мы перенесли кое-что в разные стороны. У нас получилось, что интеграл от T0 до T1, X от T1, DT, O, DT, O, T0, DT, O, T0. Равняется, соответственно, X от T1. Здрасте. Это наша конечная точка. минус фундаментальная матрица X от T1, T0, T0, X0. И минус интеграл от T0 до T1 от фундаментальной матрицы T1, 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 T1. Здравствуйте. Значит, после этого мы заметили, что все, что находится в правой части, мы можем вычислить. Здесь уже никакого управления нет. Все фундаментальные матрицы считаются, интегрируются. и можно считать, что это некоторый известный вектор. Мы обозначили его как D. В левой части под интегралом произведения матриц тоже можно считать известным, она тоже считается. И, соответственно, мы эту матрицу обозначили как H от T1, T1, T1. Соответственно, все полученное выражение, а именно интеграл от t0, t1, h, t1, tau, u, tau, d, tau, равняется d. Мы обозвали задачи моментов. Почему это задачи моментов, я в прошлый раз тоже объяснял. Здесь аналогия с теорией вероятности. В теории вероятности у нас есть моменты случайной величины. Например, k-том, начальным моментом называется мат ожидания случайной величины в степени k. Поэтому от ожидания оно является в случае непрерывной случайной величины некоторым интегралом. x-тепени k на плотность распределения dx. И как во многих задачах математической статистики, у нас обычно есть некоторая известная статистика, в данном случае момент случайной величины. а про саму случайную величину мы обычно что-нибудь не знаем. Например, мы не знаем из какого она распределения, либо мы не знаем параметры распределения и хотим их узнать. И в нашем случае, вообще говоря, получается аналогичное выражение. У нас справа есть некоторый известный вектор, а слева под интегралом стоит неизвестная функция, которую мы также хотим узнать. Вот поэтому такая аналогия наклевывается. Вот, теперь давайте мы введем определение небольшое. Еще можно сказать чуть-чуть про задачу моментов. Дело в том, что она фактически сразу нам дает некий способ для построения приближенного решения. Мы там отдельно потом на это посмотрим, постараемся некоторые выводы сделать, но чуть попозже. Тем не менее, мы вот из этого выражения, из задачи моментов, видим, что если мы решим искать управление как кусочно-постоянную функцию на каком-то заданном множестве отрезков, но я имею в виду, что если у нас заданы все моменты, когда наша кусочно-постоянная функция может менять свои значения, то по сути, каждое такое управление представима в виде вектора. Вот значение на каждом интервале постоянства. Если бы я здесь график нарисую. Вот если мы зафиксируем, на самом деле, некоторую сетку, и мы будем искать управление, которое принимает на этой сетке какие-то значения кусочно-постоянные, какие-то значения O1, O2, ON и так далее, то по сути наше управление будет определяться как раз вот этими значениями O1, O2, ON. И если мы представим наше управление соответствующим образом и подставим вот сюда, то мы сможем интеграл разбить на несколько частей, соответствующих каждому такому промежутку интегрирования. И наша задача моментов на самом деле превратится в обычную систему линейных уравнений. Там будут коэффициентики, представимые в виде интеграла, тем не менее, они быстренько считаются, и у нас получится линейная система уравнений. Ну, решая которую, мы можем получить решение в виде кусочно-постоянной функции. Ну, если оно там не очень хорошо решается, можно псевдорешение попробовать найти. Тем не менее, вот такой базовый способ мы уже представили. Давайте попробуем сделать что-нибудь поумнее. Значит, мы введем определение множества достижимости. Значит, множество достижимости. Называется следующее множество. Обозначали, будем мы его... У меня не очень большая, но получилось, но это большая буква. Каппа. С верхним индексом 0, с нижним индексом mu. И это множество точек вида интегралу от 0 до T1, аж большое, T1 tau до tau, при условии, что норма управления в l2 меньше либо равна фиксированного мил. Так, значит, почему мы назвали это выражение множеством достижимости? Значит, если мы посмотрим на правую часть формулы, которая предшествовала сдаче моментов, мы увидим, что если мы в качестве x0 возьмем нулевой вектор, то есть будем стартовать из начала координат, если мы пока возьмем однородную систему, так можно выразиться, то есть с нулевым вектором c, у нас вот эти два слагаемых сократятся, и здесь просто останется множество конечных точек. И таким образом мы как раз получаем, что если мы начинаем перебирать различные управления, то есть формула Лукаши будет следовать, что интеграл означает множество всех конечных точек. Вот, мы уже чуть позже будем другой объект называть множеством достижимости, когда вот здесь уже не будем предполагать никаких нулевых векторов, но тем не менее нам пока удобнее вот так, и мы здесь из этого не будем забывать верхний индекс с ноликом как раз, который означает вот эту оговорку. Вот, и вообще говоря, идея решения задачи, в общем и целом это довольно простая. Значит, мы будем рассматривать различные траектории системы. Пусть у нас в момент Т ноликовые траектории выходят из точки Х0. Значит, мы их можем интегрировать при разных управлениях, строить эти самые траектории до момента Т1 нашего конечного момента. Если мы переберем каким-то волшебным образом все управления, то в конце у нас получится вот целое множество точек. как раз наше множество достижимости. Значит, это множество достижимости мы строим на самом деле при ограничениях на управление. Вообще говоря, понятно, что если бы у нас этого ограничения не было, то мы бы в любую точку могли бы перейти. Вот здесь у нас вся вертикальная, прямая была бы. Вот, но мы должны это ограничение выбрать таким, чтобы наша желаемая конечная точка, вот эта вот самая фиксированная точка D, чтобы эта точка входила в множество достижимостей. То есть с одной стороны мы хотим вот это самое μ уменьшить, потому что у нас задача на минимизацию энергии. С другой стороны от этого μ зависит размер нашего множества достижимости, и нам требуется, чтобы в конечный момент времени это множество достижимости включало в себя целевую точку. В этом наша задача глобальная и состоит. Значит, давайте просто фиксируем. Значит, нам нужно такое минимальное μ, чтобы у нас с фиксированием вектор D перемежал как раз множеством. В общем, по-вашему T1 в аргументах записать. Раз уж у нас интегрирование. Это T1. То, что вообще говоря, можно множество достижимостей в промежуточный момент времени рассматривать. Ну, пока, наверное, никаких вопросов нет. Давайте попробуем исследовать свойства этого самого множества достижимости. В общем, мы с вами будем использовать обозначение Rn. Это множество всех непустых и выпуклых компактов в пространстве Rn. Рн. 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 Ну и сразу-таки этим обозначением воспользуемся. Скажем, что наше множество достижимости как раз в этом множестве лежит. Рн. 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 Довольно очевидно, мы можем взять просто нулевое управление. Очевидно, что его норма меньше либо равна, чем μ. Понятно, что μ мы рассматриваем положительным числом. Этому нулевому управлению будет соответствовать нулевая траектория. Естественно, интегральчик будет обнуляться. Ну и понятно, что в итоге ноль принадлежит нашему множеству постижимости. Таким образом оно является не пустым. Давайте покажем выпуклость. Что нам в таком случае нужно доказать? Значит, пусть у нас есть точка d1 из множества достижимости. Ну, поскольку она из множества достижимости, она представима как интеграл от t0 до t1, ажи-большое, t1, tau, на некоторое управление u1 от tau до tau. Вот обозначим, что наше множество лежит. Рассмотрим вторую точку из нашего множества, которая представима в аналогичной форме. От t0 до t1, ажи-большое, t1, tau, u2, от t1, от tau, тоже из как помимо. Ну и вопрос в том, что если мы возьмем лямбда от 0 до 1, рассмотрим точку ладно, пусть это же d называется, d равное лямбда d1 плюс 1 минус лямбда d2, вопрос, будет ли она тоже лежать во множестве растяженности. так, ну легко догадаться, что точка d может получиться, если мы возьмем управление, тоже получена как линейная комбинация u1, так, u1, t плюс 1 минус лямбда u2, t. ну из линейности интеграла следует, что как раз при таком управлении точка будет лежать в нашем множестве. Но однако мы должны показать, что норма этого управления она также не превосходит μ. вот здесь мы все-таки считали, что норма u1 или 2 меньше либо равна μ и норма u2 также меньше либо равна μ. в соответствии, если мы покажем, что норма линейной комбинации также лежит в этом шарике, то получится, что группа у вас доказана. Давайте просто эту норму распишем. Так, значит, сразу можем рассмотреть норму v2 воспользоваться нехитрыми неравенствами в помощи нормы лямбда, о, меньше, чем лямбда на норму u1 v2 плюс 1 минус лямбда на норму u2 равна μ. Ну, поэтому получается просто дамбда плюс 1 минус лямбда на мю равна мю. Ну, а, собственно, мы показали выпуклость. Нашли управление, при котором промежуточная точка d также лежит во множестве достижимости. Так, вопросы? Так, мы в левой части, по крайней мере, стираем. Так. Следующий проект ограниченности. Давайте рассмотрим нашу точку из множества. матрица h t1, tau вот там до там от этой точки из множества мы берем евклидовую норму и должны постараться ее ограничить. Ну, давайте первым делом мы занесем норму под интеграл. Насположить с интеграл от 0 t1 a h t1, tau датал. Дальше норму от произведения мы можем оценить произведением норм. Получится интеграл от тена где-то 1 здесь евклидова норма матрица. h 1, tau ну, евклидовую норму вектора вот там. Вот. Дальше вот у нас как бы нам это выражение оценить? Ну, через миу. Ну, миу у нас норму вольт-2 ограничивает. Здесь пока нормы вектора. Просто вот там. vale. com Нет, ну, это God. вам не очень поможет. Но здесь другими соображениями надо пользоваться. Значит, нужно вспомнить, что вот этот антеграл как раз похож на скалярное произведение в пространстве Л2. И мы можем воспользоваться дальше просто неравенством Кашибанниковского. У нас будет произведение нормы. Значит, стоять. 4, 0, 1, H, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, H, 0, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, вот, вообще говоря, насколько я помню, такое неравенство, причем, в первом курсе любят доказывать, как раз, когда разбирают тему скалярных произведений, у вас скорее всего даже такое упражнение было показать что это величина является скалярным произведением компактно это запишем у нас получилась норма наш точка в 2 поэтому еще раз напомню что точки вместо аргумента я пишу чтобы показать что функция ну что в данном случае h рассматривается именно как функция по второму аргументу здесь потал сколько интегрирование потал берется эта норма при фиксированном t1 вот ну здесь уже видно что до норма управления у нас ограничена она меньше либо равна мил что можно сказать про норму матрицы h можно сказать что она ограничена а а а и а и и и и так ну допустим и что это не ограничение это просто матрица так ну так и что хорошо почему фундаментально матрица ограничен ну из этого пока граничность не следует ну каким свойством продать функцию самым главным да нет конечно она просто непрерывно у нас фундаментально матрицы непрерывно матрицы бы непрерывно естественно их произведение непрерывно вот эта функция она рассматривается на отрезки по времени средствами для него там даже теоремы вверх трасса всевозможные применимы она достигает своего максимального значения и соответственно является ограничение можем сказать что эту норму ограничен ну таким образом получается что наши множество достижимостью тоже ограничено так у нас есть еще четвертый пункт который пока может быть не совсем очевиден это замкнутость давайте мы же сперва несколько определений вспомним во-первых вы уже должны узнать что такое гильбертово пространство все-таки что это такое не до конца что еще требуется она очень полная да значит у нас давайте запишем значит на гильбертово расстанство это всего-навсего полная евклидово пространство значит евклидово означает что у нас введено скалярное произведение это скалярное произведение порождает некоторую норм которую мы можем рассматривать как в качестве которой мы берем квадратный корень из скалярного произведения вектора самого на себя и мы говорим что пространство является полным по этой норме то есть любая фундаментальная последовательность у нас должна сходиться значит мы далее можем для этих пространств вводить всевозможные другие определения которые вы уже тоже должны знать ну в частности можно ввести определение слабой сходимости значит пусть у нас множество пусть у нас пространство или повторно значит мы будем говорить что последовательность у мт с 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 Если для любого вектора h из Гильбертова нашего пространства, то получается, что у nt на h стремится к nt на h. Мы стремимся к бесконечности. И нам понадобится определение слабо-компактного множества. Называется слабым компактом. Ну, тут определение фактически как и для просто компактного множества. Значит, мы из любой последовательности можем выделить подпоследовательность, которая в данном случае уже слабо сходится к элементу пространства. Если из любой последовательности у nt из h нужно выделить подпоследовательность. которая у нас слабо сходится к какому-то элементу. Ну, давайте на всякий случай вспомним, как между собой связаны сильные и слабые сходимости. Сильная сходимость у нас сходимость по норме. Слабая сходимость у нас. Вот только что поделили. Из какой следует какая? Сильная сходимость. Нет. Сильная слабая. В этом случае все довольно логично. И как это быстренько доказывается? Да, все правильно. Давайте мы сейчас напомним, что значит у нас из сходимости нормы следует слабая сходимость. Но намного-то вообще говоря неверно. И вот это первое следствие действительно можно показать по неравенству Кашибонеговского. Потому что у нас просто выполнено u n минус u h меньше либо равно чем для любого h. Ну, соответственно, если вот здесь есть стремление к нулю, то и в левой части оно есть. То есть имеет место слабой сходимости. Вот еще нам одно утверждение понадобится из курса методов оптимизации. что в гильбертовом пространстве. Да, кстати, вот здесь еще можно добавить, что пространство, оно действительно является бесконечно мерным. На самом деле это не всегда дают в качестве определения. То есть некоторое определение считает, что это может быть и конечномерное пространство. Но его рассматривать особо неинтересно. Поэтому зачастую подразумевают, что бесконечно мерное. Значит, и в гильбертовом пространстве единичный шар не является компактом. Что довольно себе сложно представить на первый взгляд, что шар не является компактом. Но, чтобы нас хоть как-то утешить, известно, что он является слабым компактом. И теперь давайте посмотрим, зачем нам все эти утверждения понадобились. Значит, что мы хотим доказать? Значит, мы доказываем замкнутость. Поэтому предположим, что у нас есть последовательность векторов сожитая из нашего множества достижимости. То есть каждый вектор представлен в виде линдеграу и та же большая, T1, Tau. На некоторое управление кружитое от Tau до Tau. все это, конечно же, лежит умножительности достижимости. Нам известно, что это последовательность, она стремится к некоторому вектору С. И возникает вопрос, лежит ли этот вектор С тоже во множественной достижимости. Значит, ну... В общем, вопрос замкнутости. Таким образом ставится. Ну, если у нас С лежит во множестве, оно тоже должно быть представлено в виде интеграла. Значит, пока от T0 до T1 даже большое T1 до Tau. На некоторое управление от Tau до Tau. И опять-таки вопрос, что в такой форме там может? Может, можем записать? Вопрос в том, лежит ли управление в нужном нам пространстве и удовлетворяет ли он ограничениям по норме. И вот здесь мы как раз смотрим на правую часть разыски и видим следующее, что из того, что сама последовательность Сжитой куда-то сходится, вообще говоря, не следует, что Ужи-то тоже сходится к чему-то хорошему. Потому что Ужи, они, конечно, лежат в некотором шарике. Не знаем, что нормы в пространстве L2 меньше μ для всех наших управлений. Поэтому они лежат в шаре. Но шар у нас не является компактом. То есть, вернее, да, в гильбертовом пространстве шар у нас не является компактом. Поэтому просто так взять и сказать, что мы вот отсюда можем выделить какую-то подпоследовательность, которая сойдется также к элементу из L2 в этом шарике, мы не можем. Но зато нам известно, что у нас единичный шар, ну и шар радиуса μ, соответственно, он является слабым компактом. А вот все это выражение в правой части. Это, как мы уже знаем, скалярное произведение в L2. Но здесь на самом деле чуть поаккуратнее надо это делать, потому что, вообще говоря, здесь матрица. То есть, ну, не просто на самом деле скалярное произведение, потому что мы умножаем матрицу на векторы. Но если мы будем по каждой строке матрицы H смотреть, то есть мы для, ну, вот это вот некоторый вектор в результате получается. Если мы будем строить выражение для каждого элемента этого вектора, то есть будем каждую строку матрицы H умножать на ужитые, то у нас уже будут обычные скалярные произведения в L2 для векторных функций. И поскольку у нас имеет место слабая сходимость, то есть у нас вот эти вот скалярные произведения в L2, они у нас сходятся к вектору С, то отсюда будет следовать, что ужитые, они также все-таки сходятся к некоторому управлению U из пространства L2. Кто-нибудь что-нибудь понял? Ну, да, то есть давайте мы все-таки... Ну, да, давайте просто еще раз проговорим. Значит, что мы хотим показать? Мы хотим показать, что если у нас есть последовательность векторов Сжитая из множества достижимости, то она также сходится к вектору С из множества достижимости. Это означает, что если мы вектор С тоже представим в виде аналогичного интеграла, то управление у нас будет допустимым. То есть у нас оно тоже будет лежать в пространстве L2 и его норма будет меньше либо равномин. Ну вот, в задаче только такие управления рассматриваем. Соответственно, нам нужно показать, что это будет выполняться. Вот, на первый взгляд может показаться, что если у нас вот здесь есть сходимость, то наше управление вообще и сами по себе должны к чему-то сходиться, потому что они лежат в шаре радиуса мюл. И нам в целом привычно, что шар является компактом, поэтому можно было бы сразу сказать, что управление ужитые сходят с каком-то управлением У, тоже из этого же компакта. И все у нас хорошо. Но мы так сказать не можем, потому что пространство с Гильбертова какое-то неприятное, бесконечно мерное. На самом деле, конечно, очень приятное. Вы об этом еще не знаете. Но, как видите, под компактности шара у нас уже нет. Поэтому нужно действовать другим путем. Мы все равно знаем, что шар у нас является слабым компактом. Вот этот вектор, вот этот интеграл, это на самом деле вот такой вектор, где у нас в каждой компоненте записан интеграл оттенок до Т1 на какую-то строку давайте буквы H маленького с каким-нибудь индексом назовем. Значит, H1 Т1 Тау, это строка матрицы H большого, на ужитые от Тау до Тау. Ну, соответственно, здесь имеем N таких интегралчиков. H1 Тау, уже до Тау, до Тау. А вот каждый такой интегралчик, это уже ничто иное, как скалярное произведение HНТ, это один Тау, на ужитые в пространстве Л2. Ну, теперь, поскольку последовательность Сжитая у нас куда-то стремится, то все вот эти вот интегралчики, они тоже устремляются к какому-то значению. Поэтому мы, по сути, имеем сходимость, мы имеем слабую сходимость в пространстве L2. Поскольку у нас шар является слабым компактом, то из всех этих подпоследовательностей сходящихся интегралчиков можно выделить из последовательности интегралчиков можно выделить последовательность сходящихся интегралчиков, которая сходится к элементу соответствующего множества. Ну, и вот после этих слов мы говорим, что изужитые мы тоже можем выделить подпоследовательность, которая сходится к элементу из L2. Ну, я постарался объяснить как мог. Возможно, вам еще самим нужно просто посидеть пару минут над этим, чтобы это осознать. Ну, либо можете задать вопросы. Все, мне кажется, вам нужно просто привыкнуть к определениям слабой сходимости и всего такого прочего. Давайте мы просто примерчик сейчас разберем небольшой. Значит, доказательства я вам закончил. Мы все четыре пункта показали. Действительно, у нас множество достижимости. Это не пустой выпуклый компакт. так, я тогда стираю из доски. Мы все сверху. Так, Спасибо. 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 Давайте просто примерочек посмотрим В которой не имеет особого отношения К оптимальному управлению Просто на Различные виды сходимости Давайте мы рассмотрим пространство функций Таких, что Каждая функция в Бежит в пространстве Иль два Давайте мы будем пространство иль два Рассматривать на отрезке От минус π до π То есть у нас норма будет включать Интеграл от минус π до π И также мы потребуем Чтобы у нас В от нуля Была равна нулю В общем, последнее условие Нам гарантирует, что Любая функция При разложении В ряд free Она будет состоять только из элементов Аката 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 Давайте мы еще раз смотрим Некутую отдельную функцию Даже последовательность Значит, выжитая Альфа-житая И синус Жина-т Даже давайте мы не альфа-житая Так, так, так Давайте, да Не альфа-житая возьмем А сразу единица На корень из π Вот, мы просто взяли Нормировочный коэффициент Чтобы у нас Получилась Единичная Норма Давайте проверим Ну, квадрат Норма в ль 2 Это дает интеграл От минус π До π Здесь будет квадрат Нашей функции Значит, единица на π мы можем вынести Из-за интеграл У нас останется интеграл От синус квадрат Синус квадрат Представим через Косинус Двинового угла Так, или Так Сейчас косинус же Да Вот, соответственно Интеграл от косинуса У нас обнуляется От минус π до π Интеграл от 1 второй Это π И это у нас Восточность единицы Получается Вот Если бы у нас здесь был просто коэффициентик Какой-то α Еще бы от интеграл У нас здесь бы α2 Вынеслось Если бы мы Суммировали по различным синусам У нас вот эти коэффициентики В квадрате суммировались бы Собственно, что я хочу сказать Что если у нас Функция лежит в пространстве L2 То норма в пространстве L2 ограничена И как следствие Можем получить Что Сумма от единицы до бесконечности Акадая в квадрате Также меньше бесконечности Вот, значит Касательно этой последовательности Мы хотим показать следующее Пусть у нас Имеет место сходимость Нашей последовательности К некоторому элементу V Здесь пока имеется в виду Сильная исходимость Исходимость по норме Значит, это означает, что у нас VGT минус V Должна стремиться к нулю по норме Давайте это Рассмотрим норму Мы рассматриваем в пространстве L2 Потому что все у нас является Под пространством L2 Видно, что это Паскалятное произведение Норма в квадрате минус 2 равно в квадрате скалярно и плюс норма в квадрате. Значит, касательно первого слагаемого, мы уже выяснили, что оно равно единице. Давайте посмотрим на скалярное произведение веново-житое. Значит, поскольку каждая функция у нас разложима по синусам, нас на самом деле будет интересовать произведение вида spdp. Значит, aKt sinKt умножить на единицу на корень sp sinGt. Вот скалярное произведение веново-житое – это, на самом деле, сумма вот таких интегральщиков при различных k. Так, этот интегральщик у нас тоже считается. Значит, мы коэффициенты можем вынести за интеграл. А произведение синусов у нас представимо как разность косинусов. Значит, давайте попробуем не ошибиться. Должно получиться что-то в духе. как разность косинусов. A. 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 Вот, k и g у нас положительные числа. Это вот этот косинус. Второй. Ну, вернее, интеграл от него. Это можно записать. Вот, интеграл от второго косинуса у нас обнуляется. Интеграл от первого косинуса у нас обнуляется при k не равно g. А при k равно g у нас получается косинус от нуля, то есть единичка. Мы интегрируем единичку. И у нас получается корень из π. На окатами. Вот. И мы тут же видим, что при стремлении как к бесконечности у нас отмечена стремится к нулю. Даже можете написать при стремлении g к бесконечности, потому что k и g в этом случае совпадают. Таким образом, когда мы исследуем скалярное произведение v новожитое, оно представимо в виде суммы вот таких интегралов, из которых все за исключением одного обнуляются, а последний оставшийся стремится к нулю, при стремящемся к бесконечности. мы здесь все-таки последовательность рассматриваем. Ну вот, поэтому если мы здесь тем воспользуемся, у нас получится, что это скалярное произведение, она стремится к нулю. Ну и наконец мы видим, что наш последний член, норма от v, она у нас в любом случае неотрицательна. Следовательно, наш квадрат нормы, он стремится к единице, а не к нулю. И мы получаем противоречие. То есть вот на самом деле в рассмотренном подпространстве для рассмотренной подпоследовательности у нас сильной исходимости нет. То есть мы рассмотрели некоторый произвольный элемент v в этом пространстве и показали, что к нему наша последовательность по норме сходиться никак не может. Это что касается сильной исходимости. Давайте посмотрим на слабую исходимость. Слабая исходимость что означает? Что у нас для какого-то, ну даже не для кого-то, для всех векторов h ну из нашего подпространства, мы можем даже для l2 написать, будет выполнено, что h она выжита для любого h из нашего подпространства имеется в виду. У нас должно быть выполнено h на какой-то элемент v с волной. Ну, мы с вами уже выяснили, что вот это скалярное произведение это как раз ровно то, что мы уже только что записали. То есть это интеграл с минус пи на какую-то сумму и мы с вами уже на самом деле показали, что вся вот эта величина стремится к нулю. Ну и вот здесь мы на самом деле вместо v с волной можем просто подставить нулевую функцию. И вот мы автоматически видим, что слабая сходимость у нас есть, потому что это просто равно нулю. И вот у нас есть с вами последовательность скалярных произведений, которые для любой функции h и рассмотренного пространства дает в пределе ноль. Таким образом, в нашем примере есть слабая сходимость, но нету сильной. Так, что-то осталось непонятным. Вы лучше спрашивайте, если непонятно. У нас все только наслаиваться будет. Так. Ну да, не точность допустил. Давайте сеет нахорошо, чтобы правильно. Давайте просто напишем, что это больше нуля. Ну, действительно, норму v мы не знаем. Да, просто положительности нам достаточно. Ну, значит, эти слабые сходимости, они, зверь-то, в общем, никому не чуждой. Опять-таки, в теории вероятности все это очень часто могло бы встречаться. Ну, например, если у нас есть некоторые, опять же, случайные величины и какое-нибудь выражение в духе матожидания выжитая. Ну, может даже ну, да, давайте так и спишем. То есть у нас там последовательность сходящихся случайных величин, например, то, опять же, каждое такое матожидание в случае абсолютно непрерывной случайной величины мы можем записать как антеграл. Ну, и вот у вас аналогичные, значит, сходимости интегральщиков получится. То есть как раз на самом деле имеется в виду, имеет в виду, имеет место слабая сходимость. Так, ладно, давайте я это сутру. так, мы с вами, значит, успели, на самом деле очень важное утверждение сегодня доказать, что у нас множество достижимости является выпуклым компактом. И дальше мы будем это множество исследовать, понять, будем пытаться понять, как оно в нашей задачи выглядит, ну, и уже из этого сделаем выводы, какую норму нам необходимо искать для управления, и как само это управление выглядит. Значит, чтобы исследовать выпуклое множество, их надо попытаться сперва как-то удобным образом задать. Значит, ну, как бы мы вообще стали описывать выпуклое множество? Наверное, то, что вам первое придет в голову, это постараться придумать какую-то формулу, которая описывает его границу или представить это множество как Лебегово множество некоторой функции. Ну, для анализа в нашем случае такие представления не очень удобны. Значит, что нам понадобится? Так называемая опорная функция. Это еще один способ представления выпуклых множеств. Давайте я сперва саму идею объясню быстренько. Значит, пусть у нас есть выпуклое множество. Я вот какой-то эллипсоид нарисовал. Пусть у нас есть начало координат. И мы от этого начала координат отложим некоторый вектор. Снимем его L. Далее мы будем называть его направляющий вектор. Дальше мы сделаем следующее построение. Мы будем рассматривать всевозможные гиперплоскости, которые перпендикулярны этому вектору. и выберем такую из этих гиперплоскостей, которая касается множества с его дальней стороны. Вот точка касания где-то здесь, например, может происходить. то есть мы определили некоторую гиперплоскость, ну, в данном случае прямую. Обозначим ее как HL. и эту прямую мы назовем опорной гиперплоскостью. получается, что все наше множество обозначено. обозначим буквы Z. Оно лежит в одном из полупространств, образованных этой гиперплоскостью. вот целиком лежит вот в этом полупространстве. Теперь мы можем взять другой начальный вектор, направляющий. аналогичным образом построить другую гиперплоскость. Она тоже у нас будет ограничивать некоторую область пространства. И если мы так сделаем много-много раз, то вот в пределе вот эти вот точки касания они как раз будут образовывать границу нашего множества. То есть можно сформулировать отверждение. доказывать мы его не будем, потому что его докажут в курсе выпуклого анализа. Что если у нас conf так если с множества Z является выпуклым компактом, ну тогда оно как раз представимо как пересечение всех этих полупространств. опорная функция позволяет как раз таки по направляющему вектору построить эту гиперплоскость. Соответственно имея эту функцию можно наоборот начать перебирать различные направляющие вектора, строить гиперплоскости, что кстати и для численных методов вполне применимо. В общем у нас будут появляться ограниченные гиперплоскости. и вот в пределе у нас здесь как раз будет вырисовываться ну вот эллипс, который мы с вами изначально рассматривали. Ну чтобы потом не забыть, можно сразу же тоже обозначить, что вот эту вот точку касания опорной гиперплоскости в направлении L тоже назовем назовем ее опорным вектором. Вот. Ну давайте как сама эта опорная функция выглядит уже с точки зрения формулы я тогда в среду расскажу. В среду свойства всего этого дела запишем. Все на сегодня закончено. Если никаких вопросов нет все .